Всем привет, на связи Мабу Мабу, это проект по разработке мобильных приложений. В одном из прошлых недавних моих видео мы поговорили с вами и сравнили бесплатные обучающие материалы, то есть отдельные видео. И то есть мы поговорили об этих бесплатных материалах и разобрали чем же они так не очень как бы подходят, да, и чем они подходят наоборот. Ну подходит собственно не то, что они бесплатные, они и помогают решать отдельную проблему. Если вы не видели это видео, то посмотрите, ссылочка есть в описании. В сегодняшнем видео я предлагаю сравнить нам все-таки курсы, бесплатные курсы с платными курсами. Там не все так однозначно, кроме того у бесплатных курсов есть некоторые недостатки, которые они наследуют от обычных отдельных бесплатных видео. В общем если вас интересует эта тема, тогда оставайтесь и смотрите это видео. Мы начинаем. Если вы хотите оперативно и качественно стать андроид разработчиком на актуальных технологиях и обладать современными скиллами и иметь небольшой опыт разработки, то я могу вас обучить профессии андроид разработчика за 3 месяца. Обучение проходит на индивидуальной основе, оплачивать обучение можно как помесячно, так и по полмесяца, такое вам больше никто не предложит. Я уверен в своей технике обучения и только актуальной практике, поэтому и предоставляю такие условия. Вся программа подстраивается под ваши индивидуальные навыки и знания и под ваши способности. То есть я разрабатываю для вас индивидуальную программу обучения. Обучение происходит на закрытой платформе, мы общаемся с вами на любой из соцсетей, а также будем созваниваться в WhatsApp. Да, у вас будет мой личный номер телефона. В процессе обучения у вас имеется неограниченное количество консультаций, ответы на ваши вопросы я предоставляю в видео формате. Я вас не ограничиваю во времени и вы можете обучаться в своем темпе. Если вы проходите обучение немного медленнее, чем это предусмотрено программой, то за дополнительное время нахождения на обучении вы ничего не оплачиваете. То есть если вы неделю программы проходите за 2 недели, то за дополнительную неделю вы ничего не оплачиваете, она предоставляется вам в подарок. Это очень удобно. Для консультации по обучению, а также для записи на курс, вы можете проконсультироваться со мной. Все ссылки есть в описании к этому видео. Бесплатные курсы, они такое продвинутое развитие отдельных бесплатных видео. То есть, эти уже здесь, с одной стороны, ну это как курс, должно быть все структурировано и понятно, выстроено, и должны быть выстроены все темы, которые необходимо изучить. Но тут нужно понимать, что автор, который распрабатывает бесплатные курсы, он, во-первых, преследует несколько целей. Либо он впоследствии хочет продавать свои платные курсы, то есть, он пытается предрасположить к себе потенциального зрителя, ну то есть, зрителя, да, потенциального ученика, чтобы тот оценил его бесплатные курсы и, возможно, пошел к нему на платные курсы. Этот метод работает очень плохо. Либо он просто записывает бесплатные курсы. Ну, просто ему, скорее всего, просто ему интересно, и он хочет, у него горит вот это желание поделиться с кем-то, да, большая мотивация. И скажите, это вам ничего не напоминает? Мы это разбирали в прошлом уроке. Такая же, скажем так, такая же цель была и у автора, который записывал отдельные уроки. И, как вы понимаете, как следствие всего вот этого, скажем так, того обстоятельства, что материал бесплатного курса и сам процесс записи бесплатных курсов, он строится лишь на энтузиазме автора. Автор по факту ничего не получается в этих бесплатных курсах, то, скорее всего, и очень часто это бывает, что бесплатный такой курс, он не будет до записан, он не будет обновляться, он не будет его, никто не будет поддерживать. Поэтому это минус бесплатных курсов, во-первых, да, тут более или менее может быть все структурировано, но опять не так, не факт, но минус в том, что он может быть не закончен. И очень часто так бывает. Из-за того, что автор не получает никакой прибыли с этого курса, не получает, ну, скажем так, никакой выгоды с этих курсов, то очень часто качество этих курсов очень сильно страдает. И вот эти все недостатки бесплатных курсов, они вызваны именно отсутствием мотивации к дальнейшей записи и к поддержке курса. Это играет существенную роль, и нужно понимать это, когда вы идете на такие бесплатные курсы. Плюс у этих бесплатных курсов только один, они бесплатные. И когда вы приходите к какому-то автору на бесплатный курс, задумаетесь, зачем все-таки он записывает. Он либо будет продавать вам платный курс, либо он хочет просто бесплатно поделиться, да, но если он бесплатно делится, то значит, скорее всего, этот курс не будет закончен. И качество его сомнительное. Если вы хотите освоить какую-то профессию, то стоит идти только на платные курсы, я вам сейчас расскажу, какие они бывают. Платные курсы бывают дорогие и средние, ну, иногда даже дешевые, но мы будем брать дорогой и средний сегмент. С чего, ну, да, вот существует стандартный подход, да, как выбирать курсы. Говорят, все многие советуют, выбирайте по отзывам. Но отзывы сейчас, в 2021 году, они уже не работают. Какие могут быть отзывы? Отзывы легко покупаются, и они вообще ни о чем не говорят. Потому что то, что понравилось одному, вам не понравится. То, что не понравилось другому, вам что-то понравится. Поэтому отзывы, они вообще нерелевантны, и они ничего не демонстрируют. Плюс потом вам будут, как бы, говорить, что мы вам дадим сертификат. И с этим типа сертификатом вас возьмут куда угодно. Это все бред. Никому ваш сертификат не нужен. Поэтому, если вам кто-то говорит, что вам поможет сертификат, то это повод усомниться в авторе. Потом, когда вы выбираете курс, очень важно посмотреть, какие курсы есть у автора. Если у автора рассказывают про мобильную разработку, про разработку игр, про разработку сайтов, бегите до такого автора. Это, во-первых, не специалист. Во-вторых, он берет, скорее всего, переводит иностранные курсы на русский язык и выдает за свои. Если вы хотите изучить мобильную разработку, то у автора должны быть только курсы по мобильной разработке Если веб разработку, то только веб разработку То есть на это тоже стоит обращать внимание И обязательно самое главное на что нужно обратить внимание при выборе платного курса Это есть ли личная консультация, есть ли личная работа автора А в лучшем случае есть ли вообще менторство То есть не нужно идти на курс, у которого не будет обратная связь и вам просто дают видеоматериалы Пользы такого курса не будет, потому что у вас на этапе обучения будет очень много вопросов Будет многое, что не получаться И вам нужна будет обратная связь обязательно Если такого нету, то не идите на этот курс Итак, мы определились, что нужно сомнительно относиться к авторам, которые предоставляют различные сертификаты Который мотивирует, что вы к нему должны идти благодаря отзывам Который, скорее всего, он либо купил, либо сам написал И тот автор, который делает курсы на различные тематики Ну, как я сказал ранее, есть дорогой сегмент Это курсы Нетология, Geekbrains, Skillbox, наверное, уже даже Skillfactory Otus, более такой, да, приближенный к дорогому То есть это ценник на этих курсах где-то в области программирования 100-150 тысяч рублей В чем минусы этих курсов? Минусов, собственно, несколько Ну, вы можете найти отзывы, что там продают воду Ну, это сомнительно тоже Нужно понимать Ну, понятно одно Про эти курсы, что там плохая обратная связь Потому что много жалоб на обратную связь Просто нужно понимать, почему там плохая обратная связь Плохая обратная связь там ровно потому, что Преподаватели, которые вам преподают Они не создатели этого курса Они наемные работники И мимо обучения у них есть своя работа Вот и все Если бы они были не просто приходящими преподавателями А именно авторами, создателями этой школы Тогда качество там было намного лучше Но так как они просто приходящие наемные сотрудники Поэтому качество там обратной связи очень и очень страдает Но опять же, там вам обещают сертификаты Ну, по факту сертификаты никому не нужны Вас там обещают трудоустроить 100% Но по факту они вас не смогут трудоустроить Максимум, какую помощь оказать можно при обучении Это помочь составить правильное резюме И дать советы по прохождению собеседования Это очень важно Ну, в основном, что Чем хороши такие дорогие, дорогой стоящие курсы Там слишком все разжевывают И благодаря этому разжевыванию обучения Как бы идет за полтора года, за год Плюс к тому, что вы теряете на самом деле время Потому что вы там решаете непонятные задачки Которые вам особо не нужны И поэтому все это растягивается Именно поэтому, мне очень часто спрашивают Так как, почему ваш курс так быстро За три месяца можно обучиться И почему он стоит на порядке дешевле Чем в основной по рынку Я, собственно, это и мотивирую тем Что мой курс практический На котором вы на нем можете именно научиться разрабатывать А не решать какие-то задачки Плюс цена такая, потому что она актуальна Для русскоязычного рынка Если я буду продавать по 100 тысяч У меня никто не будет покупать Потому что это слишком дорого Ту цену, которую я предлагаю Она нормальная для русскоязычного рынка И опять же, я предлагаю Помесячную оплату обучения Ни один Geekbrains, Skillbox и все остальные Никогда вам не разрешают Оплачивать помесячно Потому что они знают, что после первого месяца Вы к ним уже не придете Кроме того, как вы должны еще Очень важно по нему Вам нужно понять Одну очень такую вещь Понятно ли вам излагает автор Вы должны понимать Что не каждый программист Далеко не каждый программист И скажу даже больше Большинство программистов Плохие учителя Они как специалисты хорошие Но как преподаватели Они плохие Им очень сложно Объяснить сложные вещи Так, как чтобы вы их поняли Программисты по своей сути Очень часто это очень такие Замкнутые люди Которые очень такие Даже где-то нудные И где могут монотонно рассказывать Применяя термины Которые вам непонятны И очень часто То, что программист вам расскажет Вы ничего не поймете А те вещи, которые вам стоит понять Он их опустит Потому что Будет считать, что это и так понятно Это так Ну, если всем ясно Не нужно это разжевывать Поэтому, выбирая курс Вы должны всегда посмотреть Если не бесплатные уроки автора А посмотреть хотя бы Обычные видео его на канале Понятно ли он вам излагает И нравится ли вам его манера изложения Так как он преподносит материал Это очень важно Итак, какие же курсы вам выбрать Смотрите Если вы хотите качественно обучиться Оперативно зайти в профессию Ну, все сделать это по уму То вам определенно нужны платные курсы Какие платные курсы выбрать Конечно же, не нужно выбирать Geekbrains Вот эти топ-компании Вы можете посмотреть в интернете На них много плохих отзывов Ну, потому что Эти компании рассчитаны на поток И не важно, как вы обучитесь Обучитесь Там плохая связь И вы просто потеряете много времени Год-полтора Это очень много Вам нужно найти курс Который преподает автор У которого есть YouTube-канал Очень хорошо Если там будет немного подписчиков До 10 тысяч Не больше Очень хорошо Если у этого автора Будет только Своя тематика курсов Очень хорошо Если автор не будет Предлагать вам Никакие сертификаты И очень хорошо Если вам понравится Манера изложения Бесплатных видео Этого автора И ценник у такого автора Не должен быть Больше 7 тысяч рублей Примерно 7 или 10 тысяч рублей За курс Примерно так Примерно Вот так Стоит выбирать Я надеюсь Я вам понятно Рассказал Преимущества Платных курсов Недостатки Бесплатных курсов Но опять же Бесплатных курсов Есть преимущества Также Они бесплатные Если вы не ограничены Во времени Вам все равно За сколько вы обучитесь И вы не особо Хотите гнаться За качеством И актуальностью Самая главная Актуальностью Информации Данного курса Тогда можете выбирать Бесплатные Но я проходил И платные И бесплатные И дорогие И дешевые И буткемпы Различные На англоязычном рынке Даже у меня был буткемп За который я заплатил Тысячу долларов Но я вам хочу сказать У меня есть чем сравнивать Я вам хочу сказать Что идеальная Золотая середина Это недорогие курсы Стоимостью до 10 тысяч Рублей Где вам преподает Сам автор И где Есть хорошая Обратная связь А еще лучше менторство Так что Вот такие дела Но на сегодня У меня все Но мы встретимся С вами В субботу На нашем Еженедельном Подкасте И поговорим Еще на Одни острые темы На сегодня У меня все С вами был Мабу До встречи На следующих Эфирах Всем пока Суббота 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 Суббота